добрый день друзья сегодня у нас шестой урок в школе ландшафтный дизайн с нуля и его тема создание альпинария или каменистого сада невозможно представить ландшафтный дизайн индивидуального или дачного участка без живописного уголка предназначенного для украшения сада и так радующего глаз своих хозяев и изюминка способная мгновенно преобразить облик садового ландшафта экзотическое гости для наших широт родом и средиземноморья альпийская горка созданная в виде островка дикой природы альпийский гор сложена из камня скальной породы с яркими элементами пышной растительности предлагаем вам сегодня разобраться как же устраивается эта конструкция вооружившись терпением и фантазией вы сможете без особого труда создать альпинарий своими руками давайте рассмотрим как же правильно спланировать и заложить альпийскую горку без привлечения профильных специалистов обратите внимание что главный компонент при строительстве альпинария эта группа камней разнообразного размера формы серое безмолвие которое разбавлено представителями флоры характерными для альпийской местности это хвойники почвопокровники и камнеломные растения создавая альпинарий на даче или околок загородного дома вы формируете гористый фрагмент природы напоминающие естественный поэтому и камни и растения нужно располагать хаотично естественным образом в зависимости от того по какому принципу подобраны и размещены камни альпинарии бывают нескольких видов скала осыпь или горный склон горная долина террасированный склон лесной овраг каменистая стенка и последний пик моды это чешская скалка о каждом конкретном виде мы подробно поговорим с вами на уроке иногда альпийскую горку называют ракарием на самом деле ракарий отличается от альпинария подбором камней при его закладки используются не только горные породы но и речные валуны округлой формы или крупная галька подбирая место для создания альпинария на своем садовом участке нужно учесть что вы создаете акцент призванный украсить ваш сад поэтому необходимо размещать альпийскую горку на открытом пространстве чтобы это был участок с хорошим обзором со всех сторон как правило альпийскую горку разбивают центре или на краю травянистого газона о всех видах газонов мы говорили с вами подробно в одном из предыдущих уроков думаю вы сориентировались и смогли определиться выборе газона конкретно для ваших запросов сориентировать альпинарии лучше всего на юг или юго-запад таким образом он будет хорошо освещен солнцем и получит достаточное количество тепла альпийская горка в центре зеленой лужайки станет доминантным элементом в ландшафтном дизайне вашего участка террасированная альпийская горка гармонично впишется в естественный рельеф сада при закладке альпийской горки необходимо избегать мест прилегающих по стройкам и в тени массивных деревьев однако кустарники или деревья могут присутствовать на заднем плане в некотором отдалении чтобы создать фон для эффективного восприятия альпинария неплохо когда альпинарий вписан в уже существующий ландшафтный проект участка разместившись на пологом склоне или овраги вписавшись в природные перепады высоты низменности и возвышенности участка стремитесь друзья чтобы деревья и кустарники на заднем плане альпинария были однотонные по цвету пестрый задний план будет отвлекать от цельного восприятия альпийской горки как акцентного элемента ландшафтного участка лестница ведущая вверх по склону может быть красиво дополнена альпийской горкой имитирующий скалистый пейзаж отправной точкой для создания каменистой горки может послужить схема альпинария нарисованная в масштабе где вы предварительно спланируйте расположение камней и высадку растений если альпинарий предполагается разместить в глубине сада нужно продумать дорожки и тропинки ведущие к нему скамейка затерянная в глубине сада в окружении дикого уголка природы родом из альп может стать прекрасным местом для уединенного отдыха эффектно смотрится когда альпийскую горку пересекает каменистая извилистая тропка или сухой ручей из мелких камней а неподалеку расположена лавочка или грот со скамьей откуда можно полюбоваться результатом своего ландшафтного творчества прекрасно смотрится альпинарий в тандеме с небольшим озерцем заросшим камышом или водными лилиями очень гармонично выглядит альпинарий с прудом особенно если это немного заболоченный водоем с характерными влаголюбивыми растениями высаженными вдоль берега интересным решением в оформлении пруда может стать посадка габаритного дерева или кустах хвойных пород на крошечном пятачке земли примыкающим к воде такой прием визуально расширит границы участка альпинарий созданный из огромных каменных глыб в комбинации с небольшим водопадом по-настоящему украсит ваш сад эффектным акцентом альпийской горки скомбинированной с водоемом может стать небольшой водопад не спадающий из искусственного ущелья или каменной стенки в общем друзья вариантов создания этого искусства действительно очень очень много и сегодня на уроке мы будем пошагово создавать разные виды альпийских горок а начнем изучением из подготовительного процесса сначала мы создадим основную композицию из камней подберем и грамотно высадим растения разберем агротехнические характеристики каждого растения правила ухода за ними также как ухаживать за альпийской горкой в течение всего сезона как обычно всем студентам нашего курса подарим схемы создания альпийских горок с названиями растений а правильное размещение растений будет способствовать их росту и усилит эстетическое звучание альпийской горки все желающие могут присоединиться на наш обучающий курс ландшафтный дизайн с нуля по ссылочке в описании к этому видео а я отправляюсь на урок помогать нашим студентам разбираться глубже в этом вопросе до скорых встреч а